Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». Компания «АвтоСтронг-М» – это 6 ярусов запчастей, 160 000 наименований, поэтому обязательно звоните и пишите нам. А также помните, что у нас отличный сервис и быстрая доставка. Обратите внимание, как много у нас навесного оборудования. Ну а сейчас мы продолжаем работать по вашим заявкам. Итак, встречаем автомат 6HP26. Шестиступенчатый автомат ZF6HP26 был создан при тесном сотрудничестве с компанией BMW и появился на автомобилях в 2001 году. Целью инженеров было создать высокоэффективную автоматическую коробку переключения передач, которая бы превосходила в скорости DSG, а также по удовольствию от вождения была как механика. Коробка действительно получилась скорострельной, отзывчивой и плавной. С надежностью у нее тоже все в порядке. Этот автомат рассчитан на передачу крутящего момента в 750 ньютон-метров и устанавливали его на очень мощные автомобили с объемом двигателя до 6 литров. Модификация этой коробки, которая была создана для передних и полноприводных автомобилей Audi Volkswagen, появилась в 2003 году под внутренним обозначением 0.9e. А теперь внимание, коробка 6HP26 устанавливалась на Maserati, Aston Martin, Bentley, Range Rover, Lincoln, Kia и другие марки. Сегодня же мы будем разбирать коробку, снятую с Jaguar S-Type 3.0 V6 2004 года. В основе данной коробки лежит планетарный редуктор Le Pelletire. Шесть передач переднего хода и одна передача заднего хода включается с помощью пяти механизмов. Три вращающихся муфты и два неподвижных тормоза. Обгонных муфт в данном автомате нет. Гидротрансформатор имеет две фрикционные накладки муфты блокировки, которые установлены на промежуточном диске с обеих сторон. В результате передача крутящего момента при полной либо частичной блокировке муфты гидротрансформатора осуществляется посредством двух поверхностей трения. Масло в данной коробке надо менять каждые 50 тысяч километров. Каждый производитель рекомендует для этой коробки масло под своим брендом. Также есть варианты и от ZF, и есть варианты от производителей масел. Вообще данной коробке подойдет любая АТФ типа Dextran 6. Но говорят, что на масле ZF, Shell или Febi эта коробка работает лучше. Коробка 6HP26 надежная и ресурсная, но немало хлопот доставляли ее ранние версии, которые устанавливались на автомобиле BMW. Сергей, который сейчас придет, говорит, что в основном к нему приезжали эти коробки с несколькими проблемами. То есть это гидротрансформатор, гидроблок и врожденная проблема с барабаном 4, 5 и 6 передачи. Двойная фрикционная накладка гидротрансформатора служит в принципе неплохо, но является очень большим источником пыли, которая загрязняет масло. Дело в том, что данная коробка может блокировать гидротрансформатор уже на первой передаче. При износе муфты блокировки увеличивается расход топлива, обороты могут плавать на 4, 5 и 6 передачах. Также ухудшается разгонная динамика. Коробка может чаще переключаться вниз из-за того, что гидротрансформатор не тянет. При сильном износе и пробуксовке муфты гидротрансформатора фиксируется соответствующая ошибка, которая указывает на пробуксовку. Добавим, что в более мощных моторах в бублике не просто фрикционные накладки, а целый карбоновый диск. И мы, конечно же, не сможем разобрать эту коробку без нашего огромного Сереги. Встречаем! Привет! Мы начинаем нашу разборочку. Коробка здоровая, а поддон пластиковый. Фильтр масляный встроен в поддон и меняется непосредственно с поддоном. Но на некоторых автомобилях Audi, на некоторых BMW X поддон металлический и фильтр меняется отдельно. Кто не верил, вот смотрите, фильтр встроен в поддон. И судя по маркировке, фильтр 20 ноября 2003 года, то есть заводской. В картере коробки находится мехатроник. Это электро-гидравлический блок с компьютерным управлением. Да, вот здесь все мозги коробки, а не где-то в подкапотном пространстве. В картере коробки есть вот такой переходник. Называют его очки. Форма у него такая, поэтому так называют. Так вот, он пластиковый. Срок жизни пластика в горячем масле не вечный, поэтому он дает течь масла. Из-за течи снижается давление. Коробка начинает работать с пинками и рывками и начинают проскальзывать фрикционы. Соответственно, начинают изнашиваться. Для чего нужен переходник? По сути, это канал для сообщения маслонасоса с гидроблоком. То есть, если происходит утечка, то гидроблоку не хватает масла для корректного функционирования. По вот этим каналам идет смодулированное давление к фрикционам. Так вот, если эти резиновые втулочки изнашиваются, то фрикционам не хватает давления. Они проскальзывают и изнашиваются. Вообще, все эти пластиковые резиновые детали считают расходниками и рекомендуют их менять каждую замену масла. Также можно заменить вот эту втулку электрического разъема. Ранние экземпляры коробки 6HP26 на BMW страдали от перегрева трансмиссионной жидкости. От этого страдал компьютерный блок и гидроблок. Трансмиссионная жидкость перегревалась в пробках при спортивной езде летом. Температура трансмиссионного масла должна быть 95 градусов, но она раскалялась до 150. И тогда этот блок просто сваривался. В лучшем случае коробка с пинками могла доехать до сервиса, а в худшем просто отрубилась. Сам гидравлический блок состоит из двух половинок, разделенный сепараторной пластиной. Так вот, из-за грязного горячего масла сепараторная пластина протирается и тогда масло начинает перетекать между каналами. В коробке 6HP26 в гидроблоке 7 хитро выдуманных соленоидов. То есть они теперь не двухпозиционные, то есть включено-выключено, а они регулируют поток проходящего через них масла. Если они начинают подглючивать, то тогда давления не хватает фрикционам и они тогда тоже изнашиваются. Лет 10 назад эти соленоиды меняли все превентивно, чтобы они не убили механику коробки. Сейчас же можно каждый из них продиагностировать и заменить неисправные. Только что вытянули переднюю часть коробки, маслонасос, барабан переднего хода и барабан B. Сейчас покажем дальше. Это маслонасос в коробке 6HP26. Он в отличном состоянии и обычно с маслонасосом в этой коробке ничего не случается. Обратим внимание на вот эту втулку. При больших пробегах она изнашивается, не держит должного давления. И тогда при кикдауне коробка со страшным ударом переключается с шестой на четвертую. Внутри барабана переднего хода находится барабан четвертой, пятой и шестой передачи. В нем есть слабое место, а именно вот этот изгиб. Металл здесь может треснуть, а может все нахрен обломаться. И тогда вал будет вращаться отдельно от корпуса. И в этом случае коробка уже никуда не поедет. До механизма лепилитира мы еще доберемся, а в барабане переднего хода есть вот такая планетарка. Для чего она нужна? Для передачи крутящего момента дальше на одной из двух скоростей. В передней части коробки находятся все три подвижные муфты. Раз, два, три. Ну а теперь по состоянию. Это самая маленькая и самая нагруженная. Ну и как мы видим по состоянию, здесь все очень даже хорошо. С этими фрикционами вообще ничего никогда не случается. Не знаю, нахрена мы достали. Но если достали эти, то достанем и вот эти. Смотри, так. Похоже на Сергея. Ну и эти фрикционы у нас тоже в отличном состоянии. Комуфта А или Б. Вот этот корпус стоит в коробке неподвижно. Он стопорится за счет вот этих направляющих. А вот этот фрикцион не подвижная муфта, а тормоз, потому что он находится в зацеплении с неподвижным корпусом. Ну и смотреть тут особо не на что. Если в этой коробке гидроблок функционировал нормально, то с фрикционами точно ничего не случается. Это последняя муфта, которая тоже является тормозом и находится в зацеплении с корпусом коробки. Это планетарный редуктор Лепелитира. Это его коронная шестерня. Коронная шестерня идет в сборе с выходным валом. По вот этой гребенке снимается выходная скорость. И также здесь мы видим гребенку стояночного парковочного механизма. Опять же, это планетарный редуктор Лепелитира. Из чего он состоит? Из обычного планетарного редуктора спереди и вот сзади что-то очень такое сложное, что скорее всего знает, как работает только сам Лепелитир. Ну а мы в будущем, может быть, попробуем с этим разобраться. Разборка закончена и сегодня мы разобрали действительно мощную, надежную, комфортабельную, конструктивно удачную коробку. А сейчас Серега нам расскажет, как работает планетарный редуктор Лепелитира. На сегодня наша разборка закончена. До свидания. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях, то обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт и помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М».